дорогие друзья всем добрый вечер меня зовут павел вы на канале хаски значит сейчас я вам расскажу что у нас случилось с нашей хардюшей вот она то что вы многие видели что она вот такой вот защитным так сказать аж как называется защитный воротник вот кто даже написано защитный воротник на липучке значит в простонародье торшерчик значит что у нас случилось в понедельник с утра до успокойся когда я вышел гулять не вышел гулять а вышел на улицу кормить собак значит все как обычно были на крыльце в том числе и харди ради ложись в том числе и харди но 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 все как бы меня встретили 1 харди получается лежала она заползла под до лавочку значит и да она заползла под лавочку и не вылезала значит я посмотрел в чем дело потому что как бы было время кормежки и для нее это не свойственно харди спокойно спокойно все нормально значит я увидел что у нее порез порез на задней лапе значит как бы не просто порез а она хорошо хорошо ее растекла тихо 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 она ее хорошо растекла вот видно какой шов где-то 3-4 сантиметра и мы как бы приняли решение чтобы надо ехать в клинику все это осмотреть и зашивать но естественно что сразу как только я это увидел рану мы и все промыли хургексидином хорошенько прям туда залили вот эту вот жидкость обеззараживающую и как бы все ну чтобы грязи не было не было заражения вот смотрите лежит козочка вот она наглая значит обработали и поехали в клинику в клинике когда мы приехали александр наш лечащий врач который ведет как бы всех наших собак значит он сказал что нужно зашивать потому что порез сложный разрезана именно мякоть то есть не просто кожа была порезана а порезана мякоть то есть так сказать мясо вот и само по себе такой порез они не заживет пришлось использовать даже специальные нитки для этого для операции вот операция делалась под наркозом операция делась под наркозом длилась она порядка где-то полтора часа но два часа с учетом того что там пока она отошла но не тому подобное то есть примерно полтора два часа у нас заняла эта операция наркоз у нас был сначала мы сделали наркоз уколом в бедро то есть харди как бы все уснула начали готовиться часть делали потом пришлось дать ей газ как я понял то есть усыпляющий это было сделано для того что когда уже пошел начали зашивать основную мякоть то харди даже реагировала даже с учетом того что она была под наркозом потому что в меру в в этой сейчас мы за ней сходим где она потому что там очень много нервных окончаний вместе где она порезала да и да соответственно пришлось делать даже вот такой вот как бы усиленный наркоз значит по итогу нам дали лекарства обезболивающие антибиотики которые харди надо пить стать чья на их уже в пропилы вот и соответственно нам запретили активные игры бегать прыгать может можно только ходить соответственно у нас сейчас ограничено по движению то есть она гуляет походила подписывая сделала свои дела и сразу же домой чтобы как бы рано как можно быстрее зажила потому что вот такое место она нагруженная то есть если посмотреть вот как бы видите как она стоит то есть как раз порез получается в том месте где подушечка соприкасается с землей и поэтому очень очень важно чтобы на это место было минимум нагрузки да и никаких проблем там со швом не было и чтобы не и чтобы все срослось быстро потому что если ну как бы произошло услугая повреждение этой самой подушечки до собака бы не смогла нормально ходить потому что как мне врач объяснил например если кошки у кошки там срезается подушечка или как-то повреждается это не очень критично если же у собаки повреждается подушечка сильно вот когда на которую она опирается то есть но покажи мне лапку ну ты не хочешь мне лапки показать но почему вот да 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 полежи вот условно говоря вот это вот подушечка центральная если не дай бог она повредится то у собаки тогда будет проблема с передвижением так что для них это очень важно значит очень много значит вот что это значит по итогу с лекарствами с стоимостью операции и с колпаком нам все это инсультом наркоза то есть всех этих процедур уколов которые там еще сделали в клинике на все это вышло в 11 тысяч рублей на так что вот так вот получается стоит сейчас как бы вылечить собаку ну в принципе мне кажется в москве если точно такой же делали взяли бы гораздо дольше там за операцию за там под наркозом с лекарствами совсем потому что лекарства антибиотики обезболивающие нам дали с собой то есть как бы вот так вот вот сейчас у нас получается прошло шесть дней точнее шестой день и нам еще к неделю минимум ходить в таком спокойном состоянии в торшерчике чтобы не дай бог она не залезла туда не не разорвала швы потому что ну через неделю мы их снимем вот и как бы потом уже будет все на всем точно все нормально а сейчас как бы минимум нагрузок в торшере чтобы не дай бог не расчесал потому что как я уже сказал порез достаточно серьезный и вот вот такие вот у нас ограничения так сказать поэтому вот когда сейчас страдает ходит вот в этом торшерчике ведь он ведь уже покоцанный помацан и вот так вот вот это она за пару дней вот так бомбанула она сначала не очень ходила ходила гулять с ним а сейчас привыкла вот и все ходят и их им расталкивает прям вот а щенки лезут к ней целоваться прям туда вовнутрь залезают и это не нравится она рычит кричит но особо сделать ничего не может торшерчик мешает так что вот так вот вот такие вот дела ухали вот ну как искал через неделю поедем снимать швы и тому же будет все ясно как что сошлось но поскольку она наступает на на лапу не хромает то как бы значит процесс заживления идет хорошо и ранка сухая то есть что что радует очень очень радует так что как бы дорогие друзья получается вот так вот казалось бы обычный порез лапы но оказался не обычный порез так что за всем надо следить мы как бы быстро приехали быстро операцию сделали и из-за этого можно сказать как бы все нормально могло как бы быть и не так если там не уследили там грязь попал или еще что-то то есть там встал вопрос то что собака бы не смогла нормально ходить вот подушечка могла не прижиться потому что получается разрез был но разрез вот именно мякоти и он бы не сам по себе никогда бы не с ростя как бы вот так но дорогие друзья по этому вопросу как снимем швы я вам все расскажу что как пока вот так вот то есть лечимся таблеточки мы пропили нам дали вот такие вот антибиотики синулокс по половинке и сейчас вам скажу еще что нам прописали значит синулокс нам прописали витом это витаминчики рим 1 это обезболивающая но она их уже пропила и обработка лапки хоргексидином и вот через 10-12 дней снятие швов соответственно где-то через неделю это будет там уже будет ясно что и как вот так что дорогие друзья всем спасибо что интересуетесь здоровьем самочувствием харди узнаете как у нее что поэтому очень приятно ладно спасибо за внимание оставайтесь с нами всем пока